Девушки отдыхают Кроме того, пані Тетяна щороку збагачує свої знання в галузі неврології та успішно реалізує їх на практиці. І сьогодні вона допоможе нам розібратися в нелегкій темі, яка в літню пору року є найбільш актуальною – як побороти закачування. Тетяна щороку збагачує свої знання в галузі. Тетяна щороку збагачує свої знання. 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 Это состояние, которое свидетельствует о том, что мы плохо воспринимаем силу гравитации, которая направлена к центру Земли. Укачивание – это когда мозг растерялся и не знает, что делать с силой гравитации. Ничего себе! Ну а проявляется это тошнотой? Что еще может быть? Проявления со стороны всех органов и систем могут быть. Чаще всего тошнит, шатает, может и рвать, двоится в глазах, могут холодеть руки и ноги, может быть состояние страха и паники. Может подниматься, опускаться давление. Может быть тяжелейшее состояние, вплоть до обморочного. На самом деле все зависит от того, как мозг отнесется к вот этому локальному нарушению внутри себя. То есть оценку вот нашему состоянию по отношению к центру Земли дает мозг, да? Да. Ну вот я помню, что в детстве у меня было два вида укачивания. Если в машине меня укачивало, я мирно спала на заднем сидении. А если на карусели, то, извините то, что Лилечка сказала, тошнило, причем прямо сильно. Почему такая разница? А у каждого человека есть свои структуры в вестибулярном аппарате, которые работают лучше или хуже. Поэтому для каждого человека каждый вид укачивания может быть индивидуально неприятен. А что же такое этот вестибулярный, кстати, аппарат? Вот я понимаю, что нарушен вестибулярный аппарат. А где этот аппарат находится? В голове. То есть вот здесь показана височная кость, вот ухо, да, височная кость, она находится в глубине черепа. То есть вестибулярный аппарат так хорошо защищен именно потому, что он супер важен. И он представляет из себя вот три вот таких полукружных канала и два мешочка, овальный и эллиптический. И вот это все, это антенна. От этой антенны идут провода в виде вестибулярного нерва. И эти провода идут в спинной мозг и в головной мозг. Так вот, вот в этих полукружных каналах есть такое желе. И вот если это желе давит на нервные клетки, организм понимает, куда меняется вектор гравитации. А вот в сферических мешочках или в эллиптических мешочках есть кристаллы кальция, то там давят кристаллы кальция в зависимости от того, в какую сторону наклонился человек. И вот таким образом посылает эту информацию в головной мозг, и он уже нам говорит, что вот вы в таком положении, нужно дальше делать то-то и то-то. Кого чаще укачивает? Ну, чаще вообще укачивает детей. Хотя, я не знаю такого ребенка, которого бы в детстве не качали в люльке, да? Кстати, почему от этого ему становится хорошо, а в автомобиле некоторым детям становится плохо до тошноты? Ну, наверное, детям до года не становится плохо в автомобиле. Ой, они спят так хорошо. Мы смеемся, что у нас Диана Андреевна спит от зажигания. То есть только мы машину завели, Диана Андреевна заснула. Только на светофоре мы остановились, она просыпается. Что такое? Почему меня не качали? Да. На самом деле дети вот до года очень хорошо относятся к этому процессу. У них другой мозг. Но когда мозг становится более взрослым, более разнообразным, процесс приведения его в одинаковое состояние с помощью укачивания воспринимается мозгом не очень хорошо. И если у него есть тормозные системы, чтобы это погасить, да, вот тормоза, как у машины, чтобы погасить возбуждение, а работа вестибулярного аппарата, это всегда возбуждение, тогда человек не укачивается. Если тормозная система не сработала, тогда человек ощущает то, что он ощущать не должен. А можно натренировать вестибулярный аппарат? Можно. Вестибулярный аппарат, как и весь человеческий организм, можно тренировать. Тренировка – это нагрузка, которой организм и мозг, и вестибулярный аппарат умеет приспосабливаться. То есть, если у тебя морская болезнь, качайся еще больше. Тренируй вестибулярный аппарат. Дозировано. Дозировано. Пять минут покачалась до состояния укачивания. Прекратила. Десять минут покачалась, и так на протяжении какого-то времени можно выработать толерантность. Ну, а ты помнишь, как в детстве тебя укачивало? Да, когда отправляли в лагеря в этих автобусах, и там мешочки везде были приготовлены. И ты приходила с ними больше? Для меня это было самое страшное. Ты уже когда видишь эти мешочки, у меня такое ощущение, что мозг уже дает команду, что это для чего-то тебе приготовлено. Кстати. На самом деле, эмоциональные реакции сопутствуют абсолютно всем нашим действиям. Поэтому нормальное отношение к процессу передвижения в каком-то транспорте, это залог того, что укачивать не будет. И на самом деле, ведь людей укачивает не всегда. Да, совершенно верно. Вот я если еду в автомобиле, меня не укачивает, но если я еду с одной моей подругой, которая ведет... Которая вот так вот тормозит, да? Открутое, я знаю. То совершенно я чувствую, что мне прям плохо. Мне кажется, у меня тоже есть такая подруга. Почему? Когда вы сидите расслаблены, и вы вот в таком плавающем синхронном режиме начинаете свой вестибулярный аппарат испытывать. А количество съеденного перед поездкой влияет на вот этот вот вестибулярный аппарат и на степень укачивания? На самом деле, есть нужно обязательно. Ведь вопрос в том, что есть и сколько есть. То есть есть нужно легкую пищу и в небольшом количестве. Но если вы не поели, то возбуждение вам гарантировано в принципе еще до поездки. Вот мне тоже так кажется. Не нужно пить чай, не нужно пить кофе, не нужно пить алкоголь. Почему? Потому что вы сразу возбуждаете исходный тонус, в том числе и вестибулярного аппарата. А вот эта мятная конфетка, которую... Прекрасно. Да? Все, что расслабляет, прекрасно. Вот для того, чтобы проверить, как можно бороться с укачиванием, мы провели эксперимент. И использовали те народные методы, которые знает большинство людей. А помог нам Тарас Шпира, который на все готов для того, чтобы доказать, есть эффективные способы борьбы с укачиванием. Сейчас мы их и будем проверять. А первый метод – имбирь. Приветствую вас, друзья. Сегодня в проекте «Все будут добры» с помощью кресла «Барани» мы проверим все их, и вы сможете достоверно убедиться, что помогает, а что нет. Итак, приступим. В этом процессе мне поможет Роман. Роман, можно вас пригласить? Он владеет особой техникой вращения, которая позволит мне по-настоящему испытать все пять народных средств. Друзья, средство номер один – это обыкновенный сырой имбирь. Рекомендуют его пожевать, ни в коем случае не глотать, потому что имбирь вот в таком вот сыром виде он будет раздражать наш желудок. Приступим. Вы знаете, поскольку это все-таки специи, где-то как-то достаточно своеобразное ощущение, я продолжу жевать. Рома, давайте вращать. Поехали. Можно немножко веселей. Не знаю, кому имбирь помогает. Мне же, сейчас картинка вернется, данное средство абсолютно не помогло. Ну что, на Тарасе имбирь не сработал почему-то? Ну, не сработал. Для Тараса имбирь не то средство. А, есть люди, которым имбирь помогает? Да, есть такие люди. Ты не пробовала лечить? Я знаю, что мне имбирь во время беременности помогал во время тошноты. Но тошнота же не всегда связана с укачиванием? Без сомнений, но она всегда связана с действием дофамина. Но это такой базовый гормон мозга, это, знаете, как бензин для машины, без которого он не ездит. Так вот, именно раздражение дофаминовых рецепторов дает ощущение тошноты. И когда вы переключаете дофаминовые рецепторы с укачивания или с этих ощущений на какой-то яркий вкус, такой как имбирь. Тарас многое видел в жизни, поэтому имбирь на него не подействовал. Если Тарас видел много в жизни, то мы должны обязательно тогда попробовать метод, который называется соленый огурец. Итак, друзья, метод номер два. Ну, представьте, если этот метод работает, вся проблема решена, баночку огурчиков с собой и на теплоход, и в машину, и no problem. Приступаем к дегустации соленых огурцов. Вкусно? Поготовы? Итак, кулинарное удовольствие совмещаем с вращением на чудо-машине. Поехали. Выпустите меня. Дорогие друзья, о боже, огурцы, это, конечно, вкусно, но с морской болезнью и с укачиванием они не имеют ничего общего. Плохо так, что вам даже невозможно передать. Опять же, и соленый огурец Тарасу не помог. А тебе, я уверена, во время беременности помогал. Опять же, помогал. И помидорчик квашеный помогал. Может, проблема в том, что Тарас не беременный? Наверное, проблема в том, что он часто это делает, часто ест соленые огурцы. Так, да. Это для него нераздражитель. А соленый огурец имеет то же действие, как и имбирь, то есть у него острый вкус, он переключает наш мозг, да? Это отвлекающий такой маневр. То есть, в принципе, если человек знает, что для него что-то имеет очень острый вкус, например, там, я не знаю, соевый соус. Да. И это может помочь против укачивания. Да. А какие продукты, какой вкус точно не поможет при укачивании? Ну, наверное, то, что привычно. Макароны. Макароны. Картошка. Картошка. Я поняла. Ага. Хорошо. Есть еще какой-то способ, который мы проверили? Мы испробовали на Тарасе мятные конфетки. С учетом того, что, скорее всего, уж мятные конфетки Тарас не ест точно. А это неизвестно. Давайте посмотрим. Что-то мне подсказывает, что этот метод должен помочь. Сейчас и проверим. Рома, я готов. Итак, друзья, конфетка в данном случае хорошо уравновешивает и состояние очень даже ничего. Я считаю, что мятные конфеты – это как раз тот вариант, который в дороге является и оптимальным, и в то же время реально действующим. Ну, надо же. Наконец-то. Скажи. Очень был забавный. Тарас, когда вот ел эту мятную конфету, сразу видно, что человеку становится легче. Вот прямо на глазах. Ну, а если вот, например, одну человек конфету мятную съел, не помогает. Вторую мятную конфету, ему же, в конце концов, от мятных конфет уже может затошнить. То есть, как определить, что это средство действует? Сразу же? Вообще, эффекты вот этих переключений, они приходят очень быстро. Просто буквально в течение, там, минуты-двух. Отлично. Есть еще эксперимент? Да. Мы провели еще эксперимент с точечным массажем. Это попытка за счет особенностей нервной системы подействовать на вестибулярный аппарат. Так. И вот этот эксперимент массажа заушных точек мы провели. Мы дергали Тараса за уши? Давайте посмотрим. Итак, внимание, точечный массаж. Основанием ладони мы массажируем височную область, околоушную и затылочную. Предлагаю приступить. Заканчивая упражнение, складываем руки на груди, согнутые в локтях и делаем следующее. Ну что, посмотрим, работает ли этот метод. Роман, запускайте наш экспериментальный прибор. Ой-ой-ой-ой, друзья, точечный массаж, может быть, это и полезно, но мне вообще не помогает. Так, по-моему, Тарас безнадежен в этом смысле. А вообще принцип воздействия вот этого массажа, почему он может кому-то помочь? Это, в общем-то, метод переключить работу мозга. Есть люди, которым это помогает. Их примерно 30%. Каждый третий? Да. То есть, грубо говоря, если мы увидим перед поездкой в детский лагерь маму, которая таскает ребенка за уши, то она, в принципе, делает все, чтобы его не укачало. Да, значит, она смотрела эту передачу. И мы с Тарасом сделали еще один очень интересный эксперимент. Мы попробовали сделать короткую тренировку перед укачиванием. Мы возбудили его вестибулярный аппарат. И в надежде на то, что его тормозные системы стали активными, мы дали ему потом вестибулярную нагрузку. А ну-ка посмотрим. Раз, два, три, четыре. Далее наклоны туловища. Раз, два. И восемь. Сделано. Теперь вращение туловища. Раз, два, три, четыре. Можно в другую сторону. И приседания. Раз, два, три, четыре. Семь, восемь. Закончили. Нам с вами остается только проверить, работает ли гимнастика как метод против укачивания. Роман, запускайте. Поехали. Итак, приятно констатировать факт, что после гимнастики, которую мы проделывали, чувствуешь себя достаточно уравновешенно. Нету чувства помуднения в голове, быстро вернулась картинка на место. Я уверен, что гимнастика – это именно тот метод, который нам с вами поможет. А вот это, оказывается, сработало. Упражнения конкретно нужно делать, вот такие, как мы увидели, или могут быть разные? Могут быть разные. В любом случае должно быть раздражение вестибулярного аппарата и время, чтобы успели стать активными тормозной системой. Получается, Лиль, тогда, что танцоров в принципе не должно укачивать? Они же настолько тренируют свой вестибулярный аппарат, когда посмотришь, что творят финалисты шоу «Танцуют все». Я, кстати, об этом думаю сейчас. Мне кажется, что да, тело натренированное, оно должно как-то по-другому реагировать во время укачивания. Кстати, у меня есть еще один способ борьбы с укачиванием. Я не знаю, насколько он действенный, но мне помогает – петь песни. Может, кто-то пошутил тогда, мне сказал? Я не знаю, я понимаю, что в маршрутке ты этим способом не особо… Можно петь про себя. Да? И это помогает? Ну, как мне объяснили, мне очень достоверно объяснили, что дыхание сбивается, и либо опять, как вы говорите, все переключается. Короче, все проблемы от мозга. Нужно себя настраивать и говорить, я самая обаятельная и привлекательная, меня не укачивает. То есть так получается. Нет, нужно не думать об укачивании, можно петь песни и думать о том, что ты поешь. То есть это своего рода медитация. Эксклюзивный метод от Лилии Ребрик. И ее после этого уже не укачивают. И ребенок засыпает быстро. Кстати, о детях. Вот у нас есть модель ребенка. Детей же тоже укачивает, причем чаще, чем взрослых, насколько я понимаю, да? Где-то процентов от 50 до 70 детей укачивается. Я хочу показать упражнения. Эти упражнения подходят людям любого возраста. И для детей до года, если мы будем повторять два раза в день в общей сложности минут по 20, позволят вам за месяц избавиться от этой проблемы. В чем смысл этих упражнений? Мы даем нагрузку вестибулярному аппарату и учим его правильно на нее реагировать. Эти упражнения делятся на три части. Упражнение для глаз, упражнение для головы и упражнение для туловища. Упражнение для глаз мне сложно показать. Это попытка посмотреть вверх, вниз, в стороны, вращательные движения глазами. Открытыми? Открытыми. Да, совершенно верно. Следующий комплекс упражнений для головы. То есть это наклоны головы вперед, назад, вправо, влево и попытка достать плеча. При этом мы тоже включаем глаза. То есть мы можем следить за неподвижным предметом или усложнить задачу следить за движущимся предметом. Потом упражнение для туловища. Например, поставить себя или ребенка так, чтобы ножки, пяточки, носочки были вместе. Это достаточно сложная поза. Попробуйте в ней постоять. Потом пяточка одной ноги упирается в носочек другой ноги, и все это на одной линии. Потом ходьба по одной линии. Потом нужно подогнуть одну ногу и постоять на одной ноге несколько минут. Потом закрыть глаза и постоять с закрытыми глазами на одной ноге. А потом еще откинуть голову назад. Кстати, это очень сложно с закрытыми глазами на одной ноге. Сто процентов. Это сложное упражнение. Некоторые упражнения делаются сидя. То есть вы легли, встали. Вы повернулись на правый бок, в исходное положение, на левый бок Заодно и пресс подкачаем, как вы понимаете Да, совершенно верно Потом вы достали руками кончиков пальца в ног И вот эти все упражнения используются для профилактики укачивания Ничего себе! Это получается, если мы с вами регулярно тренируемся под руководством Аниты Игоря Буховского То проблема укачивания исчезнет практически сама собой Но мы сейчас увидим человека, который не сдавался Эксперименты по борьбе с укачиванием проводились на нем Это Тарас Шпира Тарас, иди к нам, пожалуйста Так понравилась мне эта вещица, да, этот стульчик, что я решил также с ним сегодня прийти На самом деле укачивание тема интересная Если говорить обо мне, то мы буквально меньше года назад отдыхали с супругой в Тунисе И она взяла меня, знаешь, как вот на понт берут Говорит, вот видишь эту центрифугу 40-метровую? Говорит, спорим, ты там не справишься Я говорю, я не справлюсь, я не могу, я сажусь на эту центрифугу Когда опустили первое забрало, было страшно Когда опустили еще два и задвинули такой специальный железный штырь Я понял, что дело пахнет жареным, но покинуть локацию я уже не мать Тем более деньги немалые заплачены И вот в таком состоянии я жду, что же будет дальше Короче говоря, в течение 7 минут такого длинного аттракциона в моей жизни больше никогда не было Нас поднимали на высоту 40-50 метров Я висел вверх тормашками вниз головой При этом видел все побережье, все фонарики Меня так вращало, и что самое страшное Я постоянно находился вот вниз И несмотря на то, что была вот защита определенная Чувство, что я вот еще немного, что-то не выдержит И я полечу вниз Реально, 2-3 дня я вот такой, как по палубе моряк Кстати, вот это, Тань, получается из-за того, что вестибулярный аппарат Вошел в какое-то состояние и не может успокоиться? Нет, это произошло из-за того, что ему было страшно Это можно сказать, у меня было не страшно, но мне реально было страшно Чувство страха или чувство ожидания чего-то неприятного Оно усиливает возбудимость вестибулярного аппарата А я, когда каталась на каруселях и меня укачивала Я в конце концов поняла, что у меня есть свой способ Вот эти страшные, когда качели, вот становишься реально, начинают ехать, или вот это же подобие американских горок, и когда кричишь, не укачивает. Нам нужно подвести итоги этой очень важной темы, потому что впереди поездки, события, путешествия, хочется, чтобы все было хорошо. Мы должны запомнить несколько правил для того, чтобы мы не боялись укачивания. Достаточный ночной сон, правильное питание, не ежедневное употребление стимуляторов в виде чая, алкоголь, потом вы можете себя чем-то занять. Самое главное, не читать в транспорте, не смотреть телевизор, не играть в игры на телефоне. Нужно либо петь, либо общаться, либо медитировать. И вот тот комплекс гимнастики, который я показала, повторять ежедневно по 15 минут два раза в день. Огромное спасибо, Татьяна. Мы с тобой сегодня столько узнали, да? Да, а самое главное, это хорошее настроение, отличная физическая форма и правильный психологический настрой. Поскольку мы узнали абсолютно все о том, что нужно делать, чтобы не укачивало, то я сейчас эти знания проверю на себе. Давай. В борьбе с морской болезнью главное психологический настрой. И тогда никакое укачивание вам не страшно. Все будут добры, спасибо, что были у меня в гостях. Встретимся завтра. Поехали. А я правда не захотел. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ